Тренажёры, игровые комплексы, площадки для командных видов спорта, современное покрытие и система видеонаблюдения. Всё это скоро появится на стадионе седьмой школы. Завершился аукцион по определению подрядчика, который выполнит реконструкцию этого объекта. Сейчас это место мало напоминает стадион. На территории стоят ржавые металлические конструкции, беспорядочно растут деревья и кустарники. Не видно дорожек, нет тренажёров. Через полгода это место будет не узнать. При разработке данного проекта мы постарались как можно меньше нанести, будем говорить, ущербу тому, что уже сделано около школы. Но это касается того, что там есть горка, которые жители города и в том числе школьники любят там кататься зимой на лыжах. Мы её оставим и благоустроим. Решили также оставить яблони, которые сажали школьники. Дополнительно, судя по техническому заданию, высадят 50 саженцев, клёнов и лип, около 200 кустарников. По словам Владимира Еминцева, на стадионе можно будет заниматься физкультурой и отдыхать. Всего площадь реконструкции составляет 42 792 квадратных метра. Наполнение спортивного объекта будет таким же, как и на стадионе школы номер 16. А так, тот же круг, те же беговые дорожки по длине, по размерам, наполнение мафами немножко другое, потому что время течёт, время изменяется более современно, изменяются требования к данному оборудованию. Начальная стоимость контракта при конструкции стадиона – 38 миллионов 20 тысяч рублей. Владимир Еминцев не стал оглашать итоги аукциона, так как ещё не закончилась процедура проверки документов. Если всё будет в порядке, то с компанией заключат контракт. К работам подрядчик должен будет приступить в апреле. В этом году зима очень суровая, декабрь, ноябрь, грунт очень проморожен, поэтому мы бы не советовали сейчас туда чего-то заходить, потому что это больше нанесёшь ущерб природе, чем сделаешь каких-то работ. Сейчас нужно выходить на закупки, изготовление, ограждение, те работы, которые можно делать в специализированных мастерских, на специальных участках и так далее. Опережая вопросы о доступности стадиона для жителей города, а не только для школьников, Владимир Еминцев пояснил, что процедура посещения спортивного объекта, скорее всего, будет повторять алгоритм на стадионе 16-й школы по заявкам. Кстати, как пояснил директор школы, из-за огромного количества желающих заниматься на новом стадионе и возмущающихся пропускной системой регулярно тренируются лишь 7-8 человек.